Добрый день! Меня зовут Ивашкова Татьяна, преподаватель Днепропетровской специализированной школы номер 144 с углубленным изучением иврита, традиций и истории еврейского народа. Курс ваших занятий будет посвящен знакомству с работой с интерактивной доской Smartboard 680. Доска состоит из экрана и лотка с инструментами, 4 маркера разных цветов, эластика, две кнопки, вызов клавиатуры, и кнопка, идентичная нажатию правой клавиши мышки. Перед началом работы необходимо произвести калибровку доски. Выполнить это можно двумя способами. Первый способ – панель инструментов Smart, значок калибровки. Производим калибровку нажатием в центре крестика на каждом предложенном месте. Аналогичное действие можно произвести нажатием одновременно двух кнопок на лотке. Доска откалибрована, мы можем перейти к запуску программы. Мы будем работать с программным обеспечением Smart Notebook, 11 версия. Если у вас установлена 10 версия, она незначительно отличается практически интерфейсом. Для того, чтобы запустить программу, можно выбрать «Пуск все программы», выбрать «Смарт технологии». Либо ярлык на панели инструментов «Ноутбук». Следующий вариант – «Инструменты» «Смарт», значок «Ноутбук». Ну и последний вариант – два раза нажать на ярлык, расположенный на рабочем столе. Программа запущена. То, что вы видите – чистый слайд и открыт сортировщик слайд. Для того, чтобы автоматически происходило скрытие сортировщика слайда, необходимо указать «Скрывать автоматически». В таком случае прикосновение к экрану вызывает автоматическое скрытие сортировщика слайдов. Теперь познакомимся с панелями инструментов. Плавающая панель инструментов расположена с правой стороны экрана. Содержит сортировщик слайдов, галерею, вложения, которые возможно производить в ходе создания собственных уроков, заливка и конструктор занятий. Возможность создания нового слайда и его удаления. И верхняя панель инструмента, которая аналогично может находиться и внизу для удобства. Для работы учителя может быть удобнее располагать панель внизу, так как Рост позволяет использовать верхнюю часть экрана. Для работы у доски учеников, если это не связано с работой панели инструментов, то удобнее расположить ее сверху. Рассмотрим клавиши, расположенные на данной панели инструментов. Первая клавиша – возможность перехода к предыдущей странице или к следующей странице. Следующая – отмена действия, создание страницы, удаление страницы, вернуть отмененное действие, открыть файл и сохранить. Возможность различного расположения экранов во весь экран, установка прозрачного фона и экран на две страницы. Захват экрана. Кнопка, аналогичная действию клавиши Print Screen с единственным изменением частичного возможности захвата экрана. Затенение экрана. Клавиша использования документ-камеры, если она у вас присутствует. Возможность создания таблицы. Инструменты измерения. Клавиша, позволяющая попасть на сайт с дополнительными материалами. И следующая группа клавиш, которая непосредственно необходима для работы с доской. Итак, мы работаем с помощью маркера. Изъятый маркер из лотка, включенный индикатор, который символизирует о том, что написание текста будет происходить синего цвета. Зеленый индикатор. Написание происходит зеленым цветом. Причем, если одновременно отсутствуют оба маркера, то по умолчанию, каким бы маркером, какого бы цвета, я не производила запись, запись будет происходить тем цветом индикатора, который сейчас включен. У меня в руках маркер зеленого цвета, но текст сводится в соответствии с цветом индикатора. Как вы уже поняли, писать можно любым предметом, а не только маркером, который входит в набор доски. Единственное, чистым, мягким, который не будет повреждать поверхность доски. Надпись можно производить пером. Опять же, можно выбрать цвет и толщину линии. Цветной карандаш. Художественное перо. Как же поступить, если запись произведена неправильно или ошибочно? Пластик, который выполняет функцию тряпки. То есть, стираем написанную неправильную запись. Причем, можно задать области ранее маленькая, средняя и крупная поверхность. Если вам необходимо удалить большой объем записи, то можно обвести ластиком всю удаляемую поверхность. Замкнуть линию и нажать по центру. Остальные клавиши мы рассмотрим позднее более подробно. И вернемся к меню программ. Для того, чтобы ваш урок могли просмотреть ученики вашего класса, отсутствующие в классе, либо для более подробного знакомства с уроком. Все материалы можно сохранить следующим образом. Файл, экспорт и можно сохранить как веб-страницу, как файлы изображений и в формате PDF, в формате PowerPoint. Удобнее всего выполнить сохранение, если у вас всего один единственный слайд. Файлы изображения, если же слайдов несколько, то в формате PDF. Вам будет предложено сохранить ваш документ и, используя почту или другие виды связи, можно переслать этот документ вашим ученикам. Если с данным документом вам необходимо продолжить работу, то можно сохранить файл, сохранить как и сохранить его в формате Smart Note для дальнейшей работы с ним или редактирования. Если вами были созданы материалы, которые необходимо распечатать, например, для раздачи чертежей учащимся, файл, печать, и выбрать либо эскизы, либо раздаточные материалы, либо страницы. подчеркнуть м м м м м м м Субтитры подогнал «Симон»